Сейчас объявления о потерявшихся людях и домашних любимцах, розыске нарушителей закона, поиске свидетелей различных инцидентов, угнанных автомобилях и забытых где-то вещах разбросаны посредством массовой информации, социальным сетям и сайтам профильных организаций и ведомств. Проект «Внимание. Розыск» объединил их на одном ресурсе. Публикации могут быть не только частными. Уже работаем с службой судебных приставов по Пермскому краю. Они разместили более 300 должников, которые объявлены в розыск официально. Составить информацию, допустим, помочь судебным приставам. У нас уже был такой прецедент. Нашли девушку, которую разыскивают в Перми, в городе Севастополь. По данной информации приставы уже работают. В тестовом режиме свои объявления на ресурсе уже размещает и ГУФСИН. Предложения о сотрудничестве также переданы в ГИБДД, МВД, Госнаркоконтроль, военкомат и волонтерские объединения. На портале можно сообщить не только о пропаже. Здесь работает и бюро находок. Узнать оброненную вещь или потерявшегося питомца поможет не только фотография. На сайте есть функция геолокации. Место находки, как правило, отмечают на карте. Проект создан для того, чтобы люди могли не только разместить свою публикацию, но и оказать помощь. На проекте еще и завели такую функцию, как добровольчество. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.